Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Silent Hill. Итак, сейчас я нахожусь в антикварной лавке. Так, блин, сейчас будет очень-очень длинный ролик, за которым я даже, может быть... На полу возле шкафа есть отметенный шкаф, явно кто-то недавно двигал. Хотите толкнуть шкаф? Конечно, хочу. Что это? Гарри! Сибил? Я рада, что с тобой всё в порядке. Не надо было мне тебя оставлять. Всё оказалось ещё хуже, чем я думала. Кругом бред какой-то. Что ты здесь делаешь? Я думал, ты уехала из города. Я увидела, как ты сюда зашёл, так что последовала за тобой. Я просто выбраться не могу. Всё, все дороги из города перегорожены. Ни одной машины на ходу. Телефоны и радио не работают. А что насчёт моей дочки? Ты её видела? Я видела девочку. Это была Шерил? Я только мельком видела её в тумане. Я погнала за ней, но она исчезла. Я не знаю, как выглядит твоя дочь, но... И ты дала ей уйти? Где это было? На улице Бахмана она повошла в сторону озера. Честно говоря, ты только не волнуйся. Было неплохо похоже, что она куда-то убежала. Некуда было, дорога закончилась. Что? Так Шерил... Это выглядело так, как будто она плывёт в воздухе. А ты что же? Что-нибудь нашёл? Да. Я встретил эту юродивую. Её зовут Далия Гелеспи. Ты её знаешь? Далия Гелеспи? Нет. И? Ну и? Она сказала что-то о том, что город пожирает тьма. Не лепится какая-то. Как ты думаешь, что это значит? Тьма пожирает город? Да, она просто наркоманка. Да, она просто наркоманка. Местные продавали наркотики в туманах. А следствие так и не выяснило, кто за этим стоит. Ничего мы так и не нарыли. Так что дело заглохо, само собой. Да какое отношение торговля может иметь ко всему этому? Понятия не имею. Но, наверное, это и есть та тьма, о которой она говорила. Больше ничего в голову не приходит. Ммм... Что это? Сам только что обнаружил. Может быть там что-нибудь да есть? Посмотрим. Подожди. Мы же не знаем, что там. Лучше уж я первым пойду. Я коп, я и пойду. Нет уж, пойду я. Ладно. Прикрою тебя отсюда. Будь осторожен. Если что-нибудь найдешь, кричи. О, хорошо. Сибл? Да. Ты знаешь что-нибудь о... О чем это ты? Я не совсем уверен. Я хочу, чтобы ты поняла, что сам не могу объяснить внятно. Там все погружается во тьму, и я слышу сирены вдалеке. Я встретил медсестру, ее зовут Лиза. Как будто я был там, но не на самом деле. Все словно в тумане, как какое-то ненавождение. Ты понимаешь, о чем я? Я не имею представления, о чем ты говоришь, Гарри. Я просто спросил, не обращаясь. Не обращайся. Гарри. Ты просто устал. Да, может и так. Капец, вот сейчас вообще субсидеры пропали. В прошлый раз хотя бы они на секундочку появились. А сейчас вообще субсидеров не было. Блин, что это за коп такой? Свой пистолет отдала незнакомцу. Ты коп, ты должна первой идти? Нет, пойду я. А если бы ты должна была арестовать преступника, а преступник говорит, нет, я никуда не пойду. Такая сипа. А, ну ладно. Такой преступник. Нет, я не хочу в тюрьму. А, ну ладно, тогда ты свободен. Логика у сипа. О, тут же, мы же тут нашли в роде топор, да? Да, вот он. Что это? Какой-то алтарь? Никогда до сих пор не видел ничего подобного. Наверное, это и есть другая церковь. Так, берем быстренько топор. То есть, что ты не хочешь топор брать? Это церковный потир. В нем какой-то порошок. Так, а что если я попробую налить эту жидкость в этот порошок? Так, это не здесь применяется. Кстати, я кассету так не посмотрел. Какого? Гарри? Гарри? С тобой все хорошо? Гарри? Ну вот и все. Гражданский погиб. А тебя уволят. Гарри. Ты об этом не думала? То, что гражданский полез непонятно куда, он погибнет, а виновата будешь ты, как полицейский. Тебя уволят. Где я? Гарри. Лиза? Так значит, я в госпитале? Тебе приснился дурной сон. Разве? Ты неважно выглядишь, с тобой все в порядке. Я в порядке. Все хорошо. Не беспокойся. Ладно, раз уж сама так уверена. Лиза, ты знаешь женщину по имени Далия Гелеспи? А, это сумасшедшая старуха Гелеспи. Сместная знаменитость. Она никогда никого не принимает, так что я о ней толком ничего и не знаю. Но я слышала, что у нее ребенок погиб при пожаре, с тех пор у нее крыша и поехала. Она сказала, что город пожирает тьма. Как ты думаешь, что это значит? Город пожирает тьма. Да, кажется, знаю. Прежде чем здесь устроили курорт, горожане состояли в каком-то сговоре. Все исповедовали какую-то странную религию. Какая-то оккультная чертовщина, черная магия, что-то в этом роде. Молодежь уезжала из города, а люди думали, что те, кто уехал, призваны богами. В общем, такое тут творилось всегда. До того, как здесь устроили курорт, здесь ничего другого и не оставалось. Все были не в себе, хотели выметить злобу на ком-то. Потом понаехало много новых людей, а старожилы молчали о том, что было здесь. Секта. Последний раз я слышала что-то об этом несколько лет назад, когда сразу несколько человек из тех, кто занимался развитием курорта, погибло. В несчастных случаях говорили, что это проклятие. Ой, прости, я заболталась. Помолчу лучше. То есть, получается, когда мы выпадаем... Неужто очередной сон? Я опять потерял сознание? Не хотелось бы так думать. Но, возможно, все, что происходит, лишь в мое воображение. Попал я в аварию и сейчас лежу в бессозна... В боль... В ничной коке я уже не знаю, что... Это может быть. Сибл сказала, что Шерил направилась к озеру. Но дорога к озеру загрожена провалом. Может, есть и другая дорога? Лиза может это... Лиза может это знать. Кстати, а он прав. Если... Если следовать концовке... Плохой концовке, то как раз таки... На самом деле, все это происходило у него в голове. И он лежал в... В машине. В разбитой машине. Так, ладно. Мы сейчас находимся где? Мы сейчас находимся... А, вот, все, ясно. Так, ладно. Сейчас нам придется... Тихо, 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 тихо. Ай, блин. Их тут двое. Тихо, вставай. Тихо. Ну же. Да блин, косой. Так, тихо, тихо. Они могут зайти внутрь, но они не могут на меня напрыгнуть. Это хорошо. Нет, они не могут на меня напрыгнуть. Сволочь. Вставай быстро. Да блин, зачем ты меня вытолкнул? Я не знаю, у них обновляется здоровье или как? Ух, тихо. Тихо. Хорош. Блин, как-блин, заголбали мне хватать, э! Хорош! Давайте сражаться честно. Они не хотят честно сражаться, это не честно. Так, сколько у меня патронов сейчас? 197, в принципе, нормально. Так, одного мы убили. Так, ты косой, издалека нельзя стрелять. Ты хорош! Вот лучше бы сделать, чтобы пистолет, короче, сбивал вашу атаку. Ты хорош, блин! Опять напрыгнул, а! Ну-ка! Допрыгался! Так, я точно помню, что здесь ничего из предметов нет. Поэтому сразу пойдем в магазин. А где тут магазин-то? А магазин слева находится, а не справа. Так, надеюсь, это собаки. Причем, это другие собаки. Ты необычные. Ты хорош! Че ты творишь? Достаточно двух выстрелов попасть. А где тут? Какая-то дурацкая камера. Вот кто ее туда поместить решил? самой дурацкой 10 еще собака не знаю на сразу как только отошел три патрона зря четыре патрона потратил еще три патрона мимо у тебя так ладно ничего особенного говорит так ну ладно по суну вверх Шарин Так, насколько я помню, здесь у меня ничего интересного нет. Так, а это шумит, это жуки шумят. Личинки какие-то. Так, аптечка. Так, это дверь не открывается. Так. Так, отлично. Так, мы четыре выстрела у него сделали уже. Блин. Куда ты стреляешь, идёт? Два патрона зря потратил. Так, где он? Да блиин, три патрона зря потратил. Ты куда ты стреляешь, идиот? Вообще я не понял. Так, шесть раз попал в него. Так. Вот со здоровьем у меня проблемы. Придется подключиться. Да блин. Так стрельный ты уже не стрельнул, представляете? Капец. Так стреляй. Куда ты вообще стреляешь, идиот? Вот сейчас мимо улетело. Сколько у меня вообще патронов на дробовик? Восемь патронов. Поначалу так всё хорошо начиналось. Так. Блин, сколько раз в тебя надо стрельнуть? Всё, отлично. Так, а у нас... Отлично. Так, ну он по-любому должен встать. И открыть нам дверь. Открыть нам дверь. Открыть нам дверь. Открыть нам дверь. Кто улетел? Восемь патронов. Открыть нам дверь. Это улетело? Так, где мы сейчас находимся? Четыре патрона на этих собак требуется. Нет, два. Ты тихо, а что ты творишь? Тихо. Хорош. Это обезьяна. Да хоро, шмар, от меня напрыгнул. Если бы отвернуться можно было бы от твоих атак, это было бы еще более нормально сражаться с вами. Но таким вот образом я сражаться с вами не хочу. Блин, сюда зайти нельзя, потому что это еще не полицейский участок. Я немножко раньше. До полицейского участка еще бежать не бежать. Хочу в полицейском участке спрятаться. Эй, ты! Встань! А ну, свали отсюда. Сейчас спины пытаются напрыгнуть. Вот что творит. О! Так, отлично. О! Так, отлично. Давайте попробуем добежать до... А я не знаю, мне надо с боссом сейчас сразиться? То есть, не можно сейчас с боссом сразиться или мне надо в мельпункт обязательно забегать? «Иди спонюз». Нет, сколько у вас хрупов? Тихо-тихо-тихо-тихо. Каю! Я считаю, bree Jenna. Отстань! Отстань! Блин, вот сейчас босса не сам уйдём нас сажать. Иди от меня! Босса-то и нет. Потому что мы должны узнать, куда нам дальше бежать. Про водонапорную станцию нам должна рассказать лица. Тихо! Сколько у вас тут? Три собаки? Фух! Так, ну ладно, давайте мы на этом завершим серию. Всем спасибо за просмотр! С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok